Сотни яхт сегодня заполонили Киевское море. В рамках комплексного чемпионата по парусному спорту участвовали все. И профессионалы, и любители, и даже дети. На финальном этапе соревнований побывал Богдан Вербицкий. Час из стыковой мачты, верхушку и низушку. На мачту одевается парус. До начала соревнований более часа, но Лиза уже возле яхты. Последнее приготовление к старту финального этапа чемпионата Украины. Парусным спортом девушка занимается с самого детства. Около 10 лет. До меня занимался мой дедушка, мой папа, мой дядя и моя сестра. Я успела стать чемпионатом Украины в юниорах. Но хочу сейчас олимпийский чемпионат Украины. Я хочу выиграть его. Хочу продолжать, потом пойти на Европу, на мир и уже потом на Олимпиаду. Но кроме титулов важны эмоции. Самое клевое это, наверное, сильный ветер, когда ты несешься. Волны просто тебя накрывают, вода тебе везде летит и ты просто несешься. Ты реально просто очень быстро идешь и тебе это нравится, ты прям получаешь кайф от этого. Готовятся, а точнее готовят к соревнованиям и 10-летнюю Ульяну. Еще раз, у тебя эта куртка не промокает. Вот эти ботиночки. Но для того, чтобы не промокала нога, было комфортно. Ульяна ходит под парусом всего год, но уже завоевала трофей. Она чемпионка среди новичков. Скорость большая развивается. А не страшно вот в лодке? Страшно. Что ты перевернешься, а потом будешь долго отчеркиваться. Волнуются не только участники, но и главная группа поддержки. Родители. Признаются, переживают не столько за результат, сколько за безопасность детей. Поначалу мы, конечно, очень волновались, когда этот спорт был для нас открытием. Тонули, оставались одни на воде, их спасали, они были под водой. Были очень большие ветра, то есть шквальные ветра, что нам на берегу было очень страшно за них. Вот мы сейчас боремся за второе место. Вот мама, девочки, с которой мы боремся за второе место. Тем временем главная борьба развернулась на водохранилище. Соревнования проходят сразу в нескольких категориях. Примерно, я думаю, общее количество в районе 300 яхт. Это разных классов. И олимпийских, и точно так же детских классов. Сегодня холодно, ужасно. Но я думаю, в гонке будет очень жарко. Вот такие, казалось бы, небольшие яхты при сильном попутном ветре могут разогнаться до 30 км в час. И это только с помощью паруса. Первые результаты известны уже через час. Каким пришел? 12-м. 12-м? Давай, вот она старая школа. Ветер очень странный такой, меняется постоянно. Но гоняться интересно. Можно идти первым, и через секунду будешь последний. Крутят очень сильно. Непредсказуемый ветер едва не нарушил и планы Лизы на победу. Сначала гонки я шла последняя, но я отыгралась на второй лавировке, ближе к знаку. И вышла уже на знак первая. Подобные соревнования на Киевском водохранилище устраивают ежегодно. У нас регулярно проходит очень много регат в Киеве, в частности в Выжгороде. Конечно же, собираемся. Если инфраструктуру какую-то получилось бы сделать, то было бы очень хорошо. Здесь можно проводить соревнования любого уровня, вплоть до чемпионатов мира. Всего в первенстве приняли участие около 600 спортсменов. Федерации парусного спорта уверены, в следующем году яхт будет еще больше. Богдан Вербицкий, Сергей Ведмить. Подробности телеканал Интер. Субтитры подогнал «Симон»